На юге страны проходит чемпионат республики среди молодежи по художественной гимнастике. В нем принимают участие как начинающие молодые спортсменки, так и именитые гимнастки. Чемпионки Азии Алина Адилханова и Селина Жуматаева. Соревнования идут в двух возрастных группах на базе Шемкенской школы по художественной гимнастике. Сейчас там находится моя коллега Наталья Псой. Она с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте. Расскажите, как приходят состязания? Здравствуйте, Лариса. Сегодня второй день соревнований. Из-за звания чемпионов приехали девочки со всего Казахстана. А их здесь около 300. Причем среди участницей победительница международных турниров. Поэтому соперничество будет нелегким. Чтобы победить, нужно выложиться на все 100. И мы видим, что участницы действительно очень хорошо подготовлены. Своё мастерство девочки оттачивают на ежедневных и здурительных тренировках. Они тщательно отрабатывают все элементы своих программ, вплоть до выхода на площадку. И это видно по их выступлениям. Хочу сказать, что художественная гимнастика – это действительно очень красивый вид спорта. Здесь есть всё. Пластика, динамика, грации, яркие костюмы, макияж и оборожительная улыбка. Этим художественная гимнастика изрелищна. А вот на ковре самое главное – безупречное выступление. Как они оцениваются и какие условия сегодняшнего чемпионата, расскажет заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Республики Казахстан. Главный тренер национальной сборной Алия Юсупова. Между всего, как для зрителей, так и для судей, эта гимнастка нельзя терять. То есть, если она уронила предмет, это глобальная ошибка, видят и зритель, и судья. Дальше гимнастка не должна сама падать. И за падение гимнастки, за падение предмета очень много снимается. Естественно, судья, когда оценивают программу, она должна делать, например, если они крутят поворот, если она крутит три тура, то она должна скрутить три тура. То есть, там есть такие нюансы, где снимают практически за все. Условия соревнований, они делают, вчера делали два предмета, обруч мяч, сегодня делают два предмета, булавы с лентой, сегодня это и вчера было многоборье. То есть, все четыре предмета оцениваются вместе, суммируются. Ну, а мне бы хотелось сказать, что сегодня в областной школе по художественной гимнастике обучается около 400 человек. Ее представители сегодня тоже принимают участие в борьбе за чемпионский титул. Ну, а о результатах говорили еще рано, потому что впереди еще целый день выступления. На этом у меня все. Лариса, вам слово. Спасибо, Наталья. Я напомню, что за выступлением гимнасток на чемпионате Казахстана следит наш корреспондент в Шымкенте Наталья Цой.